и друзья на канале колдун блок с вами катеров танки и сегодня у нас с вами обзор истребитель аллах 3 это советский истребитель который расположился на пятом уровне является уникальной боевой машиной по ряду характеристик и одно из самых мощных и одно из самых интересных машина пятом уровне хотя машина это как следует еще не успел прокачать но в общем я на ней достаточно полетал на тесте и она честно говоря запоминается поскольку она очень уникальная машина но во-первых начнем с того что влаги по своей структуре состоят не из авиационного алюминия а из особого прессованного дерева которое пропитывалось специальным составом и в итоге получался очень такой крепкий материал устойчивый к вибрации устойчивый к различным нагрузкам устойчивы к повреждениям но при этом имел один лишь недостаток он был достаточно тяжелый по сравнению с тем же авиационным алюминием да вот но на тот момент так как была довольно тяжелая обстановка в стране из переносились заводы не было налажено соответствующее производство то потребность была в общем была нехватка этого авиационного алюминия сплавов и так далее и требовался самолет который можно было скомпоновать из доступных материалов и был предложен вариант вот такого вот уникального как лах-3 если заглянуть вот в линейку развития вот то как видите после нас идет целая линейка самолетов лах вот ну лах чести его можно сказать но также у нас есть выход на як-7 и принципе тоже это своя такая альтернативная линейка ну как как бы то ни было не симптом увенчаются и заключается в переходе на як-15 с последующей прокачкой мы же тут можем идти по вот этой линейке ли по этой линейке зависимости от того какие цели ставим значит в честь этого самолета можно сказать что он имеет очень мощное вооружение при этом достаточно неплохо защищен имеет неплохую скорость и в общем относительно неплохую маневренность проблема у него самое главное это плохая высотность и на которой он в общем очень очень себя некомфортно чувствует и большой достаточно весь самолета три с половиной тонны что еще можно сказать и в этом самолете это в начале войны был тот редкий самолет который был в состоянии гоняться и хотя и с трудом но догонять вражеские разведывательные самолеты типа дырнье типа бф-110 которые летали на очень большой высоте вот там были специальные модификации облегченные тех 110 которых задача входила не вступать в бой там было минимальное вооружение для того чтобы облегчить максимально конструкцию и они в основном выполняли цели именно разведывательность набрались мощными фотоаппаратами которые фотографировали в общем все чтобы попадается в поле зрения и в общем потом это все докладывалось соответствующие инстанции да и в общем невозможно было ничего сделать с этими разведчиками немецкими они там беспредельствовали летали практически безнаказанно их не доставали не абсолютно поскольку высота была недосягаемая и доходило до того что просто уже обнаглевшие эти пилоты разведчиков которые которым ничего не могли абсолютно сделать они снижались и атаковали там различные колонны машин мосты просто потому что знали что полная безнаказанность что мы абсолютно ничего не будет не вот так они спокойно летали над москвой и окружающими территориями и принципе потери были минимальные но потом появился лак 3 его немножко модернизировали там поставили форсированные двигатели и он хоть с трудом но смог уже добиваться пока что незначительных но каких-то побед над этими немецкими высотными разведчиками которых надо этого вообще никто не мог ничего сделать и хотя там был целый ряд проблем там на большой высоте совсем другие температуры там отказывали клинили пушки и даже там при испытаниях чуть ли там не происходили курьезы в общем еще опасные но худо-бедно все так разрешилось и в итоге лак этот стал одним из тех таких самолетов которые были в состоянии гоняться за этими самолетами разведчиками догонять их и уничтожать или хотя бы повреждать хотя и часто зачастую сами становились жертвой борт стрелка то есть то что мы видим там в игре далеко все не так просто то есть зачастую было так что догонял с трудом на догонял нашлах этот допустим 10 до облегченный вот и нарывался просто на огонь борт стрелка и сама вел огонь там наносил незначительное повреждение вражескому тяжелому истребителю но при этом лично он нес большие потери и поврежденные либо садился где-то в поле либо вообще выбрасывался с парашютом так как огонь борт стрелка в реале был намного в реальной жизни намного было опаснее чем вот здесь он показан в игре вот такие вот истории не буду вас слишком долго утомлять этими рассказами так как в общем кто захочет почитает соответствующую историческую исторический контент в этой всей истории ну а мы перейдем непосредственно к тому что мы имеем в игре с этим лагом ну во первых как я уже говорил имеем достаточно сбалансированные характеристики по прочности достаточно неплохую скорость как для пятого уровня относительно неплохой маневренности здесь 314 единиц но это у нас сейчас конфигурация идет с ракетами снять ракет получим 3 325 единиц и 21 пункт скорости соответственно скорость возрастет до 464 вот и время виража немножко уменьшится соответственно скорость карена и прочее тоже немножко и управляемость вырасти этаж на 4 единицы вот при этом у нас комплектация одна из самых легких здесь у нас два точнее три тяжелых пулемета 12 7 и два пулемета 762 вот есть более тяжелый вариант это целое линейное развитие но в итоге вот такой комплектация мы получаем достаточно неплохой маневренность по мере навешивания все более мощного вооружения ситуация с маневренности соответственно ухудшается даже несмотря на то что мы можем компенсировать ухудшение динамики скорости за счет установки более мощных двигателей вот если посмотреть да у нас тут имеется аж три двигателя на выбор 1 обязательно без него вы не исследуете не следуйте новые значит корпус и новую конструкцию и не сможете дальше исследовать линейку опять то есть если вы этого не сделаете вы сможете только через линейку развитие вот этих пушек выйти на яксе дальнейший двигатель имеет соответственно чуть большую мощность и максимальный двигатель м106pv имеет мощность 1350 лошадиных сил что в сравнении с стоковым на 300 лошадок больше принципе такая серьезная прибавочка вот и добавляет она нам на сравнении с поставить стоковый то соответственно 21 и тут в общем получается целая история так как вот значит придется ставить стоковый корпус он соответственно кучу минусов дает вот и минус 3 на скорости между нас маневренности вот и в общем это бессмысленно поэтому будем сравнивать с суп тупо суп скажем так топовым двигателем это m105f по сравнению с ним мы получаем прибавку когда ставим топовый двигатель m106pv h 21 километр скорости получаем вот это все призвано компенсировать вот это вот негативные эффекты от установки более тяжелых орудий если вот так вот посмотреть то у нас просто тут огромнейший выбор мы можем поставить 20 миллиметровые шваки 23 миллиметровые вы я это вооружение штурмовику это очень мощное орудие и венчает это все супер мощная пушка 37 миллиметров ша-37 м которая в общем является на просто очень 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 мощной как для истребителя особенно для истребителя 5 уровня является вообще пушкой 6 уровня но она добавляет просто огромный на него мощь то есть практически двойной рост огневой мощи здесь 99 у нас если ее поставить получаем 214 то есть фактически почти в два с половиной раза рост огневой мощи но при этом очень сильно мы теряем скорости и маневренности так как есть посмотреть на значит вес этого орудия но очень тяжело двести восемьдесят килограмм на по сравнению с вот этим пулеметом который весит 40 килограмм 5 по стране шуаками которые 84 весит даже по сравнению с вы я которая веситой 3 6 килограмм это просто очень тяжело рудит 280 килограмм то есть вот так вот такой интересный момент самолет можно получается благодаря этим пушкам совершенно по-разному вооружить можно сделать с одной стороны с него легкий вариант вот который сейчас имеется наиболее маневренные скорострельные но при этом не такая вот огромная него я мощь при лобовых атаках можно сделать вариант промежуточный который будет иметь достаточно огневой мощи но при этом не слишком сильно будет терять маневренности в скорости оптимально для этого варианта подходит 20 миллиметровой пушки швак который очень скорострельные и при этом не слишком тяжелые довольно долго они не перегреваются и как появляться таким универсальным вариантов есть еще вариант можно поставить 23 миллиметровые вы я которая является очень-очень мощными они тоже достаточно тяжелые но не слишком тяжелые после их установки мы теряем скорость 12 единиц маневренности 8 единиц но мы можем это все компенсировать за счет того что можем установить вместо двух бессов один бс и было соответственно две двадцати и трех метровых вы я это такой универсальный вариант который позволяет сохранить маневренности скорость но установить намного более мощное фронтальное вооружение в данном случае синхронное да в общем носовое вооружение синхронное носовое вооружение и самый последний вариант ну как бы это вот это супер мощная пушка которая предполагает очень очень большую массу под собой и соответственно значительной потери скорости маневренности и устанавливая ее просто уже как бы хочешь не хочешь но наталкиваешься на мы что надо либо снять вот эти два пулемета 762 да и получил вот такие вот прибавку а можно еще вот вместо двух бессов поставить один но это конечно не самый лучший вариант поскольку пушка очень быстро перегревается хоть и очень мощная один миллиметровый бс в том уровне боев которым часть за тлах он как бы мало вам поможет когда эта пушка перегреется перегревается она будет очень быстро поэтому на мой взгляд оптимальный вариант если вы уже предпочитаете тяжелое вооружение это стоит 30 7 миллиметров q2 и на системе бесса 762 вообще снять чтобы компенсировать вот установку этого тяжеленного орудия вот ракеты можно оставлять ракеты можно выстрелять при первых же лобовых атаках они в общем особо ни на что не повлияет конечно останутся вот эти крепления не тоже немножко будет влиять на аэродинамику но это по большему счету ерунда так как самый большой плюс мы получим после сброса этих ракет тем больше что ракеты в общем весят очень мало там всего по 7 килограмм слишком такого высокого негативного эффекта как от тяжелых норов с 132 здесь нет и быть не может теперь что касается значит показателей ну как я жарил сам не с другими истребителями у нас примерный там паритет по большинству показателей уступаем в основном на конечно высотности вот в этом плане мы очень похожи с линейка этих и поликарповых очень не дружим с высотой это наша главная такая проблема вот и даже в сравнении с другими самолетами там например вот bufalo f2 да у нас примерно та же высотность то есть около километра вот естественно немцы там и легкие истребители американские у них высотность чуть-чуть получше ну по крайней мере начальной уровне там особо отличие больших то и нет если отзавлены честно примерно пятый уровень американской ветки даже вот на четвертый кертис хавк него высотность 1500 то есть уже в плане легких истребителей мы остаем п-40 вархавк у него 1650 то есть вот в этом плане мы им конечно же проигрываем и в случае встречи с ними нам естественно надо уходить на малые высоты там дети самолеты себя уже чувствуете так хорошо надо пытаться на высоте с ними играть это в общем против нас чаще всего играет не хватает нам этих слишком тяжело на самолет и вот это такая конструкция уникальная на конечно сильно влияет на то что на высоте нормально воевать мы не можем в сравнении спидфаром тоже мы проигрываем по высотности хотя в общем выиграем по огневую огневой мощи несмотря на то что спидфара тоже очень мощное вооружение 2 20 миллиметровые hispanos и и запушки в основном показатели по прочности там по скорости по маневренности примерно одинаковые конечно спитар выигрывает по скорости нас 522 километра ты ну и примерно там рам в равность по маневренности но соответственно лага очень сильно это все зависит от того с этапа который мы ставим так как у него выбор вооружения намного более разнообразен чем того же спидфайра вот такая получается очень и очень уникальная машина вот хотя еще не выкачал в топ но и данным давно уже на тесте выкачу в топ и общем летом в разных конфигурациях на ней конечно очень разнообразная очень интересная и она в общем очень долго не надоедать как раз из-за того что можно менять вот эти комбинации чередовать и всегда получается немножечко другой результат вот и мне кажется что это очень правильно и надо для других таких легендарных машин типа того же спидфайра тоже делать вот такие вот разнообразные возможности и выход на различные линейки это тоже все достаточно правильно и интересно но в будущем думаю там будет также реализовано вот от себя скажу что мне кажется что все таки сетап с 37 миллиметровой пушкой он не является самым удачным самым эффективным он достаточно эффективен в лобовые атаки и в общем мало кто может противостоять такой мощи огневой в лобовой атаке но в целом для более больше универсальности для большей эффективности и стабильного хорошего результата оптимальным является все таки вариант с 23 трех миллиметровыми пушками это и достаточно мощная достаточно высокая него я мощь и в то же время нет перегрузки по весу и нет таких значительных потерь по маневренности вот ну естественно придется все таки с установкой если с 20 миллиметров коми мы можем тут особо не переживать и вот весь комплект вести то все равно с 23 миллиметровкой надо будет что-то где-то облегчать либо ставить один б.с. либо оставлять 2 б.с. и убирать пулеметы для того чтобы получить кучи показатели по динамике по маневренности вот что касается модулей выбор вот такой пути на рефлекторный прицел усиленная обшивка вот и покрытие лака мне кажется наиболее оптимально но улучшенные рефлекторные прицелы объяснять не надо хотя вот в данном случае учитывая что нас и так очень высокая кучность можно принципе его и не ставить но с другой стороны есть еще дополнительно усилить этот показатель то получается просто замечательные результаты и покрытие лаком добавляют скорости что в общем не воловажно особенно когда необходимость есть набрать высоту или есть необходимость уйти от преследования и усиленная обшивка пусть десятипроцентный бонус но очень хорошо помогает нам от такого косвенного обстрела когда попадает на хвостовую часть по крайним частям крыльев и и общем но неплохо достаточно защищает самолет но в принципе выбора тут также может быть отличаться можно поставить защиту бензобаков и можно поставить бронестекло это как говорится индивидуально зависит от того какие у вас скиллы у вашего пилота прокачаны какой из этих модулей выбрать конкретно вам что касается маскировки но честно говоря для этого самолета в основном я поставил ее по двум причинам во первых конечно же она улучшает внешний вид самолета что просто приятно смотреть на этот самолет когда он так выглядит с другой стороны в принципе так как высота у нас полета в общем среднее даже ниже чем среднее то спастись от ока какого-нибудь ястреба типа вархавка или типа bf 109 прочих моделей можно только уйти на малую высоту да и там благодаря вот этому камуфляжу и дополнительному бонусу к маскировке получить возможность скрыться от их него взгляда что в принципе позволяет или вообще уйти от преследования или в общем разорвать вот так дистанцию противник вынужден будет снижаться и уходить на ту высоту которая выгодна уже конкретно нам они так что это тоже имеет значение вот что касается снабжения до самолета его вооружения то в принципе выбор достаточно простой вот в этом сетапе это бронебойно зажигательное когда мы ставим уже тяжелые пушки там вы я можно поставить и сколочную скучно фуасного действия вот такой вариант в принципе больше особо вариантов там каких-то там нету стоит только отметить что с установкой вот этих пушек 23 миллиметровые 37 миллиметровых можно ставить ленту со сколочно фуасным действием и особенно 37 миллиметров ки она имеет просто сокрушительное действие на слабо бронированные самолеты и может их каретовать просто карать короткими очередями вовсе не обязательно снимать все хп может просто короткой очередью какой-нибудь там и 15 или 16 срубить два счета так что это все очень очень серьезно и в том случае мне кажется в случае вот этих пушек 23 миллиметров 37 миллиметровых лента со сколочных фуасным действием будет как бы более востребована пусть она стоит достаточно дорого но мне кажется нам будет более востребована чем лента универсальная с бронебольно-зажирательными патронами вот но я свое мнение сказал надеюсь оно оказалось для вам полезным что-то интересное себя почерпнули вот если вот так вот рассуждать то с точки зрения то что самолет имеет какую-то вот такую способность что ли стать любимым наверное да это вот лах это тот самолет который можно наверное оставлять гаража надолго летать на нем он очень долго не надоедает благодаря своей такой универсальности вот и и кроме того он просто достаточно красивый интересный самолет и определенно достоин того чтобы вдоль на как можно дольше задержаться в вашем ангаре вот но теперь с ангарной части у нас пожалуй все посмотрим на что же он способен непосредственно в бою в у нас на карте национальный парк крите у нас сетап стоковой три пулемета 12 7 2 пулемета 7 62 бронебойная зажигательная лента вот плюс у нас высокооктановый бензинчик и потихонечку мы набираем высоту мы не летим слишком высоко в общем там нам некомфортно где этом особо нечего замечаем первую цель тяжелый вражеский штурмовик который очевидно и в каждом да это было тени 38 который наверно просто не вовремя пришел в бой и зазевался так что этот фраг оказался слишком простым пока что еще с нашим направлением все чисто и очень не сблизились мы с противником мы просто дамажим на зимку и ждем пока к нашей толпе подберется какой-то неосторожный вражеский самолет замечаем по маркеру что где-то рядом противник немножко набираем высоту и смотрим куда же нам полететь то ли нам помочь одному союзнику там что довольно рискованно либо держаться с основной группой ночью выбираем промежуточный вариант мы вытягиваем на себя но из противников и летим в расположении нашей базы тем временем наши союзники умудряются сбить три самолета противники два сбивают вот один из них премии 110 c6 довольно таки опасный самолет поэтому на него нападает первым из-за его чрезвычайно мощного вооружения 307 мм пушки вот мы оттащились к базе но противники что-то за нами не погнали хотя мы на это рассчитывали поэтому мы сейчас идем вместо до файта подлетаем видим что на малой высоте идет столкновение набрали километра и теперь снижаемся и пытаемся атаковать бум зума выбираем себе цель теперь переключаемся на недобиток так как хотя много мы за него не получим какого-то там дохода но зато из-за вот этого видя как какой эффект оставляет бронебольно-заживательная лента вот в таком количестве то есть у нас два пули мета 7.62 3.12.7 просто вот колоссальный эффект зажили на этот самолет еще и продамажили просто град огня казалось бы калибры не самое конечно крутые но такой град огня просто невозможно сопернику выкрутиться никак вот мы накритовали в первый раз подожгли и он уже потерял половину своих свойств благодаря которым он бы мог просто уйти от нашего преследования элементарно на форсаже лучше выбираемся следующую цель соотношение сил примерно равное выстраиваемся хвостик противник конечно уклоняется опять подожгли но на этот раз не конкретно мы а наши союзники но мы там вероятность этого определенно под повысили подбили мы этот самолет же 4 фрага то есть из этого все видно что с такой конфигурация вполне играбельная нет такой прям проблематике чтобы это влияло как-то очень негативно на нашу способность воевать и так вражеские а6 м1 прекрасно понимает что с лагом генами как не равняться в лобовой атаке он уходит но уходит слишком поздно и уходит скажем так они не самой крутой траектории общем по полу и траектория находит и поэтому получают все таки от нас изрядную порцию бронебойных зажигательных патронов и теряет в общем все свое хп тут ему конечно же следовало было уходить просто очень резко в сторону только в таком случае он бы имел какие-то шансы но и собственно ряд против стокового влага даже zero не имеет таких очутимых преимуществ хотя имеет преимущество в маневренности в целом но вот когда на лаг навешано все вот тогда лаг становится жертвой для zero потому что очень неповоротным становится в этой столько конфигурации он достаточно шустренький и в общем не так то просто даже zero ему его разоврать ну в общем летаем летаем замечаем наконец-то шторма который подбирается к нашей базе пикируем здесь просто отличная позиция атакуем по верхней броне наверное один из самых эффективных видов атаки по штурмовикам и как видите по всей массе самолета проходит урон соответственно площадь поражения наибольшая так как в общем там крылья да вот это взял поверхность ночью площадь поражения явно больше чем когда вы выстраиваете с хвостом здесь мы атакуем какие-то эффект от бронебойной зажигательной есть но 2 очень устойчив таким атакам заходим на вторую атаку же оставляем практически 40 процентов хп противнику но и сами несем потери от двор стрелка все-таки бронирование у нас не самое лучшее атакуем длиннющую очередь и противник собственно говоря спаливается сваливается на объект который атаковал части по собственной вине части потому что мы его дамажили то есть и как видите на показатели перегрева пулеметов они достаточно долго не прикрывается то есть мы сделали три атаки достаточно продолжительных и пулеметы все еще были способны стрелять с максимальной скорострельностью вот такая вот стоковая конфигурация определенно она достаточно играбельная и имеет смысл быть вот на этом у нас все далее посмотрим более мощную конфигурацию данного самолета